Приветики мои хорошие! Как дела? Как настроение? Как погодка? Посмотрите, у нас солнышко, вы, наверное, видите, да? И вот мы приехали с мужем на набережную отдохнуть, немножко погулять. Вот реки Дон, набережная реки Дон, на береговой улице находится. Сейчас, конечно, камеру поверну и покажу. Напишите, как отметили 8 марта, друзья мои. Вот, конечно, сейчас еще мы где-нибудь посидим, и я с вами пообщаюсь насчет комментариев, мои хорошие. Ну что, хочу показать, повернуть камеру и посмотрите, какая красота. Сейчас вот так вот поверну, глянете, видите, как уже у нас. Ну давайте сейчас я по-другому сделаю, чтобы удобно было поснимать мне и показать вам. Там просто как бы новые подписчики писали мне, показать Ростов, вот рынки наши. Поэтому вот я вышла немножко погулять, походить и показать вам. Ну вот, видите, уже рыбку ловят, и водичка уже, видите, ото льда отошла, и получается вот такая красота. Ой, посмотрите, какую рыбку поймали. Вот, прям как золотая рыбка. А что это за рыба? Судак, да? Обратно кинули. Хотела вот показать, да? Ну погодка вроде, знаете, немножко потеплела, но все равно еще такой ветер холодный прям, я не знаю. А так вот, ну можно погулять, походить, мы тепло оделись. Вот, вроде солнышко есть, но все равно ветерок такой, как бы, холодный. Это вот ресторан «Причал». Добрый день, уже открывается, добрый день, подписчики, уже открываются рестораны на воде. На воде, да. Ну, я вот показываю ресторан на воде. Подожди, я немножко вот так покажу. Просто действительно есть новые подписчики, они, может быть, кто-то не был в Ростове и увидят как раз. Уже, видите, вот люди вышли, тоже гуляют. А вот уже, видите, билеты продают, вот, чтоб катались. Вот. Вот, слышите? По Дону. Да, я уже как-то показывала, я уже каталась с дочкой, и как раз интересно так было. Ну, обязательно еще раз потеплеет, мы приедем и покатаемся. Вот, даже дети дошкольного возраста катаются бесплатно, вот. Да, прям, знаете, такая погодка, я говорю, вроде и солнышко, все, но ветер такой, прям, как будто морозный. Не знаю, почему, вроде уже март месяц, но все равно холодно. А это вот гостиница, громадная тоже. Вот такой у нас красивый Ростов. Все, конечно, молодцы, тоже ухожено, все везде чистенько, прям смотришь и любуешься, да. И молодежь, и все-все отдыхать выходят. А вот шли-шли, подошли, вот где фонтаны. Но сейчас, видите, все, как бы, накрыли. Это, наверное, ближе уже к маю будет открывать, когда потеплеет. И здесь, знаете, сколько детей. Ой, они прям все заходят и купаются, плескаются, можно сказать. Да-да-да, я же говорила, уже можно покататься на теплоходах. Нет, просто, ну как, солнышко выглядывает, но вот я говорю, если, конечно, не ветер такой. Плюс семь. Плюс семь, да. И немножко, как бы, все равно прохладно. Вот, видите, Шелуховский дед, Шухарь. Вот, можешь рассказывать. Рассказывает кайки детям. Да. Тут у нас тоже, да, здесь, по-моему, тоже вот это вот как кухня локальная. А, да-да-да, вот тоже здесь, в Пури-Пури. Мы вот в центре, когда гуляем, там тоже такой же ресторанчик. Ну, здесь очень много кафе, ресторанчика. Вот, видите, я почему говорю и показываю, посмотрите, видите, действительно, как чистенько, да, все. Конечно, сейчас пока листья не зеленеют эти, как бы, деревья еще такие мрачные все. Как уже, конечно, будет тепло. У нас здесь будет прям зелено. Ну, это везде. А вот мы подошли тоже, видите, когда вот молодые женятся, видите, здесь, конечно, привязывают ключи, да. Посмотрите, сколько, да, вот с этой стороны, с этой стороны и еще дальше. Поэтому, видите, тоже. Как? Не слышу, что говоришь. Здесь много были парамоновские склады, пушка, уже зарушены. А здесь вот мы уже дошли. Сейчас хочу красиво показать, вот прям. А здесь, видите, художники он рисует. А там детская площадка тоже. А вот мы подошли. Вот, видите, какая лестница. Это Потемкинская лестница, как и в Одессе. Только в Ростове у нас. Ну, да, вот. А там что-то стройка идет. Ну, вот здесь были парамоновские склады. Транжевые. Вот здесь, да? Жилье. Да, сейчас жилье устроят, наверное. Прям здесь будет жилье, что ли. Да, точно. Вот хотим сейчас тоже высоко зайти. Походили немножко. Сейчас немножко хотела, конечно, с вами пообщаться тоже. Сейчас зайдем, а потом уже, конечно, опять пойдем погуляем вместе с вами. Вот зашли. Восоко, да? И действительно, немножко так прям холодно. Думаю, зайдем немножко. Да, зятка прям. Отдохнем. Вот ролла заказали, сможем посидим. И как раз я хотела бы с вами пообщаться. Тогда в прямом эфире, конечно, некогда было. Да, вот вы видели, как время быстро вроде только начало, да? И время так быстро пролетело. Вот я хотела, конечно, вначале поблагодарить всех, да? Именно, что я хотела о комментариях сказать о том, что вот мне постоянно пишут с Алматы, да? Вот спасибо. С Узбекистана пишут. Пишут мне вот Анзинжана, да? Вот только вот тоже посмотрела я, да? Потом пишут с Америки, да, с Германии пишут, с Франции очень много комментариев, да, тоже. Ну, они всегда отмечают, я вот вижу, и приглашают. Вот в Алмату пригласили, да, в Узбекистан пригласили, в Чечню пригласили, Дагестан пригласили, да. И знаете, мне очень приятно, я, конечно, не могла всех сразу, ну, как бы сразу как бы поблагодарить, потому что время, я говорю, было ограниченное, и я успела только вот ответить быстренько. И потом, знаете, мне после этого, после прямого эфира очень много написали. Даже получилось так, что девушка попросила, что вот опять я не успела, и вы не зачитали то, что, ну, какой вопрос она задала. По-моему, Катерина, вот. Я хотела сказать, вот, Катерина, я обязательно, когда буду в прямом эфире, я постараюсь все вопросы, на все вопросы я и так старалась, отвечала, да. Потом еще писали о том, что не могли включить, как бы попасть на прямой эфир со мной. Ну, в общем, было все, как говорится, я понимаю, это праздники были, да, люди были заняты, да, кто успел, кто не успел. Потом с Москвы писали о том, что тоже хотели, как бы, задать вопросы, пообщаться, и тоже по времени немножко не успели. Вот, ну, что я хотела сказать, я всех, конечно, я все ваши комментарии читаю, я все, как бы, стараюсь всем ответить, мои хорошие. Поэтому, если даже что-то не так, да, но не успеваю, я по-любому с вами общаюсь, вот, ну, как бы, вот, когда готовлю, общаюсь с вами, вот. Так что, вот так вот, огромное, действительно, спасибо, я, конечно, обязательно приеду, как я и говорила, и в Армении, да, вот, с Арменией очень много, вот, ну, с Россией я постоянно с Ростовом, мы общаемся, вот, так что, вот, чтобы никого не обидеть, может, скажете, что я, как бы, не говорила, потому, что вы все всегда отвечаете с Алматы, там, с Ташкента, очень, действительно, приятно, что вы смотритесь, смотрите, пишите мне комментарии, мои хорошие. Вот, я хотела немножко об этом тоже поговорить, а сейчас, походу, как нам сейчас чай принесли, посидим вообще с мужем, и я опять вернусь к вам. Вот, сейчас пьют чай с мужем, да, и он мне напоминает, вот, с Грузии, да, очень тоже много, вот, Белизе тоже привет. Я, может быть, какие-то страны я не назвала, но, конечно, да, республики, извините, ну, я обязательно, обязательно буду, когда уже вести прямой эфир, я про всех обязательно скажу, вот, чтобы не обижались, да, Грузия часто тоже пишет, Армения, да, вот, Сири Ивана мне всегда пишут тоже, вот, ну, очень много, действительно, комментариев, я благодарна, мои хорошие. Может быть, просто я говорю, вот, в прямом эфире, как бы, не выходит, да, вот, ну, не получается, кто-то занят, кто-то, ну, это жизнь, можно сказать, поэтому вот так вот. Чаёчек нам принесли, сейчас пьём чай. Напишите, конечно, как вы провели ли 8 марта, да, всё-таки, как бы, три дня. Мы, да, вот, ещё хотела, я обязательно в этом же влоге выставлю, конечно, я чуть-чуть позаписала, но не то, что чуть-чуть записала, мы там, ну, как бы, отдыхать поехали, и некогда было, потому что компания была такая интересная, мы все танцевали, все там радовались. Ну, конечно, праздник же 8 марта, я что-то успела, и, естественно, я ещё раз хочу сказать, нам нельзя много выставлять, именно где музыка играет, и поэтому я опять сократила, ну, те моменты, которые я смогла, поснимала и выставлю. Как раз вы тоже посмотрите, где я отдыхала, в каком ресторане, потому что там даже было то, что спрашивали меня даже, вот, Ноночка, подскажите, а какие рестораны хорошие вот в Ростове, да, есть такие, где вкусно готовят. Ну, вот, мы были, мне очень понравилось, а мы не первый раз в этом ресторане, действительно вкусно и весело, и копание было такое, знаете, прям удачно, всё отдохнули. Вот, так что вот так вот. Посмотрите, какие роллы я заказала себе, так прям захотела роллы, действительно, вчера прям наелись, да, а сегодня вот захотела роллы сделать разгрузочный день. Конечно, мы сейчас покушаем, обязательно пойдём ещё походим, вот, так что приятного аппетита. Все мои хорошие. Вот, покушали и вышли, ну, роллки я заказала, с мужем поели, и вот опять вышли походить. Вот, видите, какая красота, да, и знаете, потеплело. О, батюшка, да. И видите, уже как людей стало, да, побольше прям. Ну, распогодилось, да, я даже уже шапочку, не шапочку, а свой ободочек сняла походить. Вот, и тут, что удобно, да, на береговой, вот, действительно, можно в любое кафе, ну, вот летом вообще, когда уже и можно и на улице посидеть в кафе. Вот, хочу прям поближе, чтобы дальше не идти. Видите, у нас даже отсюда видно стадион. А мы сейчас обратно пойдем. Вот, вышли, да, немножко походило, и опять холодно, мне показалось. Наверное, мы с тепла вышли, и как будто было прям так тепло, а сейчас опять, думаю, одену, потому что, действительно, боюсь, чтобы уши вот особенно. А здесь, возле реки, вообще холодно, вот мы вот на эту сторону перешли, и вот потихонечку идем. Да, погодка не очень, конечно. Хочется, чтобы уже тепло было. Остается еще, остается еще один день, и уже послезавтра начинаются рабочие будние дни, да. Вот, я говорю, как хорошо, когда не работаешь, а вот работником, да. Опять на работу выходить, трудиться, ну, а как? Вот, я вот два дня не готовлю, и мне кажется, что, боже мой, какая красота, когда ты не готовишь, да. Вот, ну, как бы не занимаешься, просто отдыхаешь, ходишь вот так, гуляешь. Но все равно готовить надо будет, потому что кушать хочется всегда. Ой, прям классно ходишь, ногами шагаешь, вот, и радуешься жизни. Сели в машину, вот, хотела показать администрацию города Ростова, Адонова. Да, это исторический памятник архитектуры. Это наш самый центр, видите, все, построено в 19-м, в начале 20-го, в середине 20-го века, вернее, просто прошу прощения, в середине 20-го века. Это, вот, исторический самый центр города нашего Ростова, Адонова. Видите, пока пробок нету, отдыхают все. А так здесь такие пробки бывают, ну, в подние дни, когда... Большой Садовый, вообще было запрещено проезжать автомобилем, водители которой не зарегистрировали на данную улицу. А сейчас уже можно. Вот здесь мы с тобой любим, помнишь, сметана-кафе? Ага. Там очень вкусные домашние пельмени. Сейчас покажу. Вот. И видите, да, как чисто у нас. Вот что-то я вот прям заметила, прям чистенько. Везде мусора вообще нет. Убирают, действительно. Снова сюда, вот этот старый центр, это купеческие дома. Сегодня просто хотела вот с вами немножко, как говорится, по Ростову. Ну, это я перебил, прошу прощения. Вот с левой стороны, это институт раньше назывался. Вот, Ростовский, Ростовский государственный университет. Да. Это мы по центру, да, едем? Это самый центр, улица Большая. И еще, знаете, что хотела? Хотела, как бы, вот я была на рынке в центре, да? Это вот администрация наша. Да, вот еще администрация областная. Это уже, видите, все, действительно, памятники. Архитектурно, действительно, вот эта композиция прям вплетается. Друг за другом дома стоят, и они действительно именно построены в одном стиле. Хотела на рынок, вот я как-то показывала рынок, где в центре, ну, а сейчас, конечно, хотела бы поехать, показать вот Нахачеванский рынок. Ты просто скажу, что Нахачеванский рынок, это, раньше это был город Нахачевань, потом он слился, стал пригородом города Ростова-на-Дону, и там в основном жили армяне. Они были переселенцы Екатерины, они были переселены с Крыма, с Западной Армении, а потом в Крым, а потом уже сюда. И рынок сейчас, он так и называется, Мехачеванский. Почему? Потому что, конечно, очень большое количество людей именно в происхождении армян, армянского происхождения, живут там. Частный сектор, там очень много людей, вот, ну, сейчас я тебя отведу. Да, конечно, покажу, потому что я хотела именно этот тоже рынок показать, я не показывала, да, вот, чтобы... Там когда-то в Ереван попадаешь, или, знаете, это в основном все продавцы. Ну, в общем, куда ни кинешься, там армяне. Вот, куда ни едешь, везде армяне. Ну, это хорошо. Никуда от них не деться. Да, это хорошо, что, действительно, везде есть разные нации, живут, да? Город Ростов действительно многонациональный, многоэтнический, есть и синагоги, есть и мечеть, есть и много церквей католических, армянских, православных. Действительно, город дружный. Так что вот историю вам рассказываем. А вот почему бы, да, вот так вот я рассказываю сейчас. Вот мы когда были в Армении, да, в Ереване, вот, ну, когда мы были, два года назад, да, получается, два года назад. И вы знаете, что там тоже очень много сейчас живут россиян. Прям семьями живут россияне, и очень хорошо относятся к ним армяне. Поэтому, да, все говорят по-русски, то есть там нет такого, что если ты не знаешь русского языка, тебе даже я вот, например, Ереванский чисто не знаю, знаю Карабахский, да? И вот, ну, как бы подходишь, и они тебе говорят, ну, говорите по-русски, да, мы все понимаем. Почему камеру не двигаю, немножко хочу город вам показать, вот проезжаем, да? Вот это русскомедия, да. Да, то есть там можно спокойно, я обязательно, когда буду, я же говорю, мы были везде, да, тогда, помнишь, машину специально заказывали, и ездили, вот, как он, Цетерноберт, или как он? Цетерноберт, это Гегарти были, да, Вани были, да, Вани были, везде, можно сказать, и действительно очень красиво, я обязательно с вами поделюсь. Поэтому, знаете, даже интересно, когда много национальностей живут, да, и все дружные, общаются, почему бы нет? Поэтому Ростов действительно, он очень дружный, очень гостеприимный, мы когда приехали, действительно, и люди доброжелательные. Сейчас, когда подъедем, я, конечно, вам все покажу. А вот подъехали, вот, памятник, видите, армяно-русской дружбы, да? Отсюда город Нахичевань начинался, это граница Ростова и города Нахичевань. Тогда уже, действительно, Нахичевань, снова, все раз повторяюсь, пригородом Ростова. Ну, вот, пока не подъехали, да, еще хотела что сказать, да, мне как раз в прямом эфире задавали вопрос, будете ли вы готовить Пасхи. Конечно, буду готовить, да, но я не к этому. Просто, вот, я хотела сказать, армянская Пасха в этом году будет 17 апреля, а русская, получается, попадает 5 мая. Мы, как справляем, исправляем и армянскую Пасху, так же и русскую. Готовим так же, печем Пасхи, вот, яйца красим, ну, вот так вот. Интересно, твой день рождения пройдет и через два дня будет Пасха. Да, и получается, и еще было в каком-то году, может, года два назад или три назад тоже, у меня было 3 мая, а 2 мая Пасха была, или 1 мая, вот, Пасха была. Да, чуть-чуть не совпало. Да, поэтому мы отмечаем и ту, и ту Пасху. Поэтому я буду и готовить, как говорится, и показывать вам, делиться, какие Пасхи я приготовлю. Да, что ты, что я крещены именно в Российской православной церкви, в Бузской православной церкви. Мы отмечаем все праздники. И вот сегодня для вас делаем вот такой, действительно, обзорчик интересный. Да, вот это все тоже, видите, старое издание, вот это уже нахичевание. В четверг уже иду в парикмахерскую, быстрее привожу себя в порядок. К весне, да? Да, к весне. Вот, покрашу волосы, увижу с девчонками, подружками, съезжу. Маму увижу, ну, маму я часто вижу, когда едем, конечно. Вот. Сейчас потеплеет, я ее обязательно привезу, потому что ей, конечно, тяжело. Я, как и говорила в машине, она долго не может никуда вот так вот ехать. Ей плохо становится. И поэтому ждем. Сейчас потеплеет. Уже привезу, побудет у меня немного. Тоже посидит. Видите? Сейчас я переверну камеру, поверну камеру, чтобы видно было. Ну вот, зашли в мясной павильон. Я не знаю, я с камеры смотрю, вроде что-то мутновато. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что, хотим сейчас узнать, какие цены здесь, а то мне пишут, живо, цены, скажите, какие цены. А вот говядинка. Здравствуйте. Почем? Нет. Антрикот. Да, да. Шестьсот пятьдесят. Шестьсот пятьдесят, да? Ага. Шестьсот пятьдесят. Антрикоты. Свининка. Эт свинина? Смяка триста восемьдесят мято. Мяка триста восемьдесят. Домашняя это, да? Домашняя? Ага. Говядина. Вот. Видите, свинина и говядина. Сейчас потихонечку вот покажу. Вот такой вот закрытый, закрытый павильон. Видите, старое еще какое, да? Вот. Вот хочу. Пакеты у них виска хичеванская. Да, да, даже пакеты. Вот, посмотрите, на хичеванский рынок. Вот на армянском написано. Не, на русском написано. Вот. Я почему спрашиваю, потому что тогда мне тоже написали в комментариях. Ноночка, пиши, спрашивайте цены. Вот. Что там? Вот. Вот такое красивое. Видите? Кто-то сейчас яйца по ютубу спрашивают девчата. Вот видите, сало. А сало в какую цену? 150 рублей сало у нас. Видите? Это домашняя, да, свинька? Да, да, домашняя свинина. Видите, какое красивое прям, да? Курочки домашние. А в какой цене курочки? 350 бульонных. 350, да? Килограмм. Килограмм. 350. 50. Бульонную курочку. Бульонную курочку ищут. Вот говядинка. Тоже. Ну вот, двухэтажное здание. Но там я показывала. Наверху ничего нету. Вот. Потихоньку. Покажу вам. Вот так вот. Ну, сегодня что-то на рынке не так. Праздники, наверное, мало людей. А так, наверное, много, да? Здесь вон тоже бастурма. Молочка. Лаваши. Ну, давайте подойдём. Здесь сыры, лаваши. Вот тоже. Сцены. Вот, видите, тоже написаны цены сыров. Вот 850, 860. Чёрный принц 900, 920. Бургомейстер. Колбасные изделия тоже. Карбонаты. Муженинка запечённая. Всё, что хотите. Видите, тоже сало. Маляное. Ну, вот так вот. Просто хотела немножко тоже, да, показать. Потому что, я говорю, в центре уже показывала рынок. Курочки тоже. Домашней курице. Угу. Почём? 300 рублей килограмм. 300 рублей килограмм курица у нас получается. Домашняя курица. Вот, давайте посмотрим, сколько стоит у нас баранина. Ребята, баранина почём? Баранина. 850. 1300. 850. 1300. А вот такой кусок он... 1300. 1300, да, корейка? Да. Корейка 1300. 300, что видели. Вот. Такое мясо. Вот сейчас вышли на улицу. И хочу показать на улице тоже. Видите, лоточки. Вот. Спускаемся. Здесь и овощи. Ну, праздники, видите, не все продавцы вышли. Конечно, а так здесь всегда и людей. Ну, людей очень много тоже, вон, я смотрю. Здесь в основном ларьки, в ларьках торгуют. Вот. И сыры есть, и хлеб. Ремесленная пекарня. Овощи. Ну, вот, смотрите, у нас получаются овощи. Апельсины 110, мандарина 150. 180 огурцы. 250 вот за зуль. За зуля. А помидоры не знаю. Так. Посмотрим, помидоры сколько. Помидоры 220. Вот. 150 огурцы. Вот. 110 яблочки. 90 яблочки. Golden. Gala. 90. Вот такие вот цены. Потеряла мужа своего. Здесь, да, здесь еще я как-то тоже у армян покупала. Покупала этот... Покупала как бы сыр. Вон, Валера, кого-то муж. Третил, да, сыры. Вот, хотела показать. Армянский здесь сыр. Мы всегда тоже берем. Вот, видите, брынзе 390. А чинах почем, чана? 350, 400, 690. 600. 1200. 1200. 1200 это у нас что? А, этот как его... А, этот бараний сыр есть? А, вечер? Да, вечер. Нет, да? Вот, видите, тоже. И моцарелка. Вон, 250. Подвеси чуть-чуть. А, это тоже моцарелла, да, или что это? Нет, это чуть-чуть. А, да, да. Чуть-чуть. Подумала, что как... Моцарелла была такая. Вот такие вот цены. Масло у нас 470. Вот, видите. Есть 650, говорит, масло. Вот, мацони продают тоже 150. Вот, в баночках. Ну, вот, немножко вот такие сладости тоже поснимают. Тоже. Вот, видите. Ну, вот я вот показывала только что тоже, да. Вот овощные лоточки. Прям там много их. И цены, вы видите, у всех почти одинаковые цены, можно сказать. Вот, вот здесь. А здесь крытый, ну, такой рынок. Тоже овощи. Ну, здесь сейчас не очень много людей. Пойдемте дальше. Да, пройдем дальше. Помидоры красивые, да? Ну, ну, огурцы. Кстати, огурцы нам нужны. Да? Давай возьмем немножко огурцов. Вот кабачки 150, да? Ой, а посмотрите, какой перчик, да, красивый. Прям и баклажаны, посмотри, какие красивые прям. Кстати, вот муж готовил с баклажан, да, очень вкусные получились. Вообще. Да, славаша вообще вкусные. Ну, кстати, я вот хотела бы сказать, чтобы можно их вначале обжарить было. Тоже было бы вкусно. Баклажаны. Да. Ну, можно килограмм, возьми помидор. Вот. Да, да. Поэтому можно их обжарить и потом тоже начинку начинить. И так, и так вкусно. Сейчас я быстро оплачу и вернусь к вам. Вот, купила помидорчики, прям понравились. И огурчики за Золю взяли. Держи. Спасибо. Вот такой, видите, какой тоже громадный, да, Валер, тоже? Такой. Листья вам продают тоже, видите? Вот, 300. Сколько у вас листья, баночка? 300. Баночка 300 рублей. А это спрашивает тоже муж. Вот соленья, корейская. Вот даже Женгал Ахатс продают. А почем Женгал Ахатс? Женгал Ахатс 121. Одна, 120. Сейчас, сейчас я подойду. Сейчас берем хариса, чтобы приготовить. Это кого? Это буду показывать на ютубе. Это буду готовить с курицей. Вкусное армянское блюдо. Кофе свежимом. А, у нас есть кофе. Да, спасибо. А почем мы взяли? Сколько? 250 рублей. Это пшено такое, да? Пшеница. Из Армении, сказали. Ну, просто люди, видите, смотрят я с камеры и спрашивают, куда? Чего, чего, откуда. И уже, уже, уже трое, по-моему. Да, вот сыры. Тоже вот в чанах. Брынза. 350, 400. Да, вот, кстати, я вот этой девушке и брала сы. Вкусный. Масло сливочное. Вот домашнее, 700 рублей масло. Вот такие у нас в Ростове цены. Я даже говорю, не знаю. Наверное, может быть, в два видео сделаю. Ну, посмотрим, как получится. Клубничка. А чья она? В Греции. Как? В Греции. В Греции, говорят. Клубничка прям захотелось. Ну, я не знаю, какая она сейчас. Вот, груши, апельсины. Пойдем, я покажу тоже. Яблочки. Видите, цены 130, 110 яблоки. Я не знаю, как у вас, но вот показываю наши цены. Да, сейчас подойдем. Так что овощей очень много. Всего, можно сказать. Всего-всего, что хотите, очень много. Я говорю, овощи прямо на каждом шагу, да? Арбузы продают. Ну, да, вот это здесь немножко, он вот такой крыто рыночек, да? Вот, видите. Ой, какая огромная. Огромная. Посмотри, Валер. Прям голубика классная. О, посмотрите, да? Все. Вот это овощи. Арбузики. Ну, сейчас уже потихонечку будем выходить. Конечно. А здесь уже нам ничего не надо, хвостовары такие, да? Мелочи. Так что тоже громадный рынок. Тянется и тянется. Тянется и не тянется, да. Но у нас туда, ну, мы уже туда дальше не пойдем. Долго идти. Пойдем обратно наверх. Ну, уже примерно я вот показала, да? Какой рынок. Да, вот, хотела показать. Посмотрите, сколько соления. Мало ли кто кому нужно. Вон, и кабачки, и варенье, вот, шушам даже, булугур, лоби. 250 рублей, да? Вот, сыцак. Можно я поснимаю, да, чуть-чуть покажу? Вот, кизил даже продают, виноградные листья. Посмотрите, какой выбор, да? Нет, это не реклама. Это просто я на рынке показываю, что есть. Спрашивают просто, им интересно, что я снимаю, куда муж рассказывает. Так что вот так вот. А там у вас что, бохи, да, перец. Ну, в общем, очень, очень, видите, все написано. Очень большой выбор. Вот. Минжировое вот варенье, малина. Вот такой выбор. А вот подошла, рыбный отделы. Как раз хотела сразу на отделы показать. Да, это хорошо. Женщина как громко разговаривает. Посмотрите, цены хотела тоже показать. Немножко. Ой, наверное, все-таки пару чехонов. Знаете, какая она красивая. Посмотрите. Уже не буду говорить определенно, а вот буду показывать. Вот балычок у нас, 950. А что, как праздник? Ты работала вчера? Да? Вот тоже подошла. Видите, тоже сколько выбора. Вот интересно тоже, да. Вот только что я показывала. И в следующем ларечке увидела тоже соленье. Вот. Видите, опять ему говорят, вы на русского похожи, а говорите по-армянски. Так что, вот где-то. Вот такой вот выбор. Вот колбаса, посмотрите, тоже. Видите, ленинакан. Сейчас, сейчас. Чучки белые. Сыры. А я видела, я уже показывала. Ну что, Жангель, да? Я люблю. Буду учесть. Попробуй возьму. Чучка зажига. Уже пшеницы сколько хотите, да? Какой хотите. Сейчас хочу как раз узнать у продавца, да? Что у вас есть вот из пшеницы? Пшеницы вот эти. Булгур, джавар, аджар. Аджар. Пухинц. Пухинц. Куркут, да? Куркут закончился, а вообще было. Есть арешта домашняя лапша. Татар-бураки. А вот я, вот татар-бураки я хотела как раз показать тоже. Но это я сама, я сама тесто сделаю. Конечно, покажу обязательно. Баночки шваны. Показываю, баночки, шманочки. Говорит, покажите. А я? Черемша. А не слышать, думают, что я вот на русском говорю, что спрашивают. Армянка я тоже. Вот такой выбор. То есть можно приехать на хичеванский рынок и купить, что вы хотите. Вот такие я тоже закрывала раньше перцы. Красные, очень вкусные. А сейчас мои не стали. Соленья меньше едят. Я уже не стала закрывать. А раньше очень много закрывала. Вот даже грибочки я вижу закрытые. Видите, такой вот выбор у нас. Ну что, мои хорошие, вот такой небольшой обзор я вам для вас сделала. И не знаю, это много поснимала или мало, но я это сделала, так как действительно подписчики мои попросили поснимать рынок. Я еще, конечно, поснимаю и другой рынок наш. А сегодня, где я побывала, с вами поделилась. Так что, приятного всем отдыха, друзья мои. И обязательно, если видео понравилось, поставьте лайк и подписывайтесь на канал в гостях у Ноны, мои хорошие. Пока-пока. Вот написано, хичеванский базар. Вот вышла специально с машиной. Мы чуть-чуть отъехали от рынка, да, на Хачеванского. Это вот все здесь рядом. Отель, Севан и вот, конечно, церковь армянская. Хотела сразу показать вам, мои хорошие.